Добрый вечер, дорогие веб-зрители! Я, как обычно, начинаю с мартышка и очки, но это свойство вечернего времени, когда записи находятся в конспекте, а конспект находится в зоне слабого света. Тем не менее, хотелось бы поговорить о том, что приносит последняя декада мая в киевскую жизнь социальных сетей. Как-то ее пытаются реанимировать. Надо сказать, люди, которые немножко соображают в технологиях, немножко соображают в политике, немножко держат хвост в остро и интересуются проблематикой нынешнего времени и немножко хотят на всем этом заработать. Кто они, что они, я не буду даже их называть, попытаюсь разобрать один весьма любопытный проект, который сегодня имел право или честь, или Бог его знает, быть представлен в Киеве, и что-то у меня похолодело сердце. Очень стало неуютно мне. И хотелось вспомнить, что вот у нас, советских, не сработал в свое время приключатель ментальности. Мы как бы зацепились своей с прошлой ментальностью за тот Советский Союз, который был в нас бит крепко, цепко. Собственно, единственное, к чему нас в свое время научила нынешняя жизнь, что надо меньше пить и больше жить. Видите, даже слово «работать» не употребляется, потому что работать нам не предлагают, не дают. Появились всяческие эмиссары жизни, умеющие работать, умеющие варить мыло информационное, там, где мы, в общем-то, честно говоря, и разбираемся больше, и понимаем не меньше их. Но именно им дана отмазка, что ли, работать с молодыми. Работать с молодыми, информ ребятами с тем, чтобы каким-то образом готовить новое поколение разочаровавшихся. Ну, назовем это так. Потому что людей, которых сегодня привлекает новый лозунг общественного телевидения в стране, ведут именно по такому пути. И в 2004 году интеллектуалов прыгали по этому пути ребята, которые от стариков из народного руха, которых теперь уже мягко и как-то по-отечески называют украинскими масонами. Подарил нам Ющенко всю эту оранжевую канитель, от которой мы ничего для себя толком не взяли, но переломали много спиц, копий, обид, взаимных обид, обнаружили между собой донецких, обнаружили между собой галицейских, чего прежде никогда не было. Вот такой у нас был славный подарок от разрушившего себя народного руха. Сейчас рух объединился, появилось очень модное в украинском мире слово, которое я сразу, как журналист, ухватил. О нем говорят руководители руха, на этом же слове сегодня строился стартап некого проекта, который предлагают некие господа закадровые бизнесмены. И это слово украинское называется это слово визия. Вот об этой визии я бы и хотел поговорить, потому что мы мало и более чем мало понимаем, что такое визия. А хотелось бы. Ну что же, давайте поговорим об этих самых визиях, которые нам сегодня предлагаются. Нам говорят, в очередной раз уже не мне, я больше с удовольствием наблюдаю некие новые словесные вещи, которые появляются у нас. Это и такая милая вещь, как хаб, которая называется переходничок для USB-выхода. Я хотел бы значить всего. Или его умножителем называют USB-выходом, или еще каким-то образом он называется. Ну, такой переходничок, он с 60-80, очень стал такой модной игрушкой. У всех появилось много USB-устройств, а собственной машиночки не хватает один USB-выход. И тогда нужен какой-то умножитель, какой-то интегратор вот этих USB-выходов. И его придумали нам. Он стоит, называется хаб. У евреев есть такая фраза, я ее помню, когда бабушка говорила, хаб захнишь, ты посмотри, дескать, что делается. Ты посмотри, что делается. Одного выхода на USB не хватает, у нас столько появилось головной боли с нашими выходами, медиапространством. Мы такие стали медиалюди, мы так хотим всего и много всего, что когда нам сказали, что еще ко всему прочему нам подарят идею общественного интернет-телевидения, мы подумали, а почему бы не попробовать? Было сказано, что к нему, к этому интернет-телевидению будет приковано внимание отдельных партий, отдельных общественных организаций, и это интернет-телевидение будет отрабатывать такие моменты, как идеология, мировосприятие, культура, политика, ну, говорили словами рубленами, поэтому не было слова культурология, не было слова мировоззрения, не было еще много полезных умных слов, они не нужны были там, где представлялся такой, знаете, на хип-хап сделанный бизнес-проект, в котором главное было противоставление натуральному телевидению тому, который есть, который показывает жизнь простым и стабильный, идущий за определенным трендом, с плохими новостями, а мы, да, вот, в целом будем делать для интернет-аудитории нечто большое, светлое, будем ориентироваться на лозу, Булгакова, не читайте большевистских газет, а других-то нет, не читайте газет вообще, не смотрите газет вообще, и не смотрят самые стойкие, самые интеллигентные, не смотрят интернет-телевизионные программы стабильно 7 лет, чуть менее стойкие не смотрят телевизионные программы 5 лет, и таких вот хозяев жизни в стране по мнению создателей нового общественного телевидения порядка 4-5 миллионов человек. Это та территория, на которой можно говорить о территории хозяев собственной жизни, собственной страны, не жителей, а граждан, для которых общественное является чуть ли не самым главным. И далее рассказывается, что нам нужна и этика, нам нужны и хорошие новости, нам нужно много, а им мало. Мы не имеем хороших журналистов, да, нам и не надо. Вот есть такое телевидение в России, называется «Дождь» и уйдет его всего два журналиста, один из которых весьма известный это Ксения Собчак, а второй там тоже что-то, какое-то имя, да и ладно. Зато вот работает 200 человек, 40 человек аналитиков, все они раскладывают по полочкам, с утра берут интернет-новости, к вечеру они через аналитиков, ночью к этим аналитикам добавляются экспорты и являются миром великие новости, великие народные новости, к которым обращаются как трендом настоящий интернет территория хозяев, которые и будут восполнять проблемы, которые возникают на этой территории, информатизированы две-треть проблемы больше, чем деминатами. Мозги заболевают, зачем больше трех проблем. И будем обещать сначала 10 часов в сутки, потом 18, потом до сбухи 24 часа. Не говорится при этом не о том, что для того, чтобы эта бомба начала работать, должен быть накоплен приличный контент, должен быть как-то опробирован по качеству, по количеству, по каким-то трендам, которые уже наработали люди, а видимо наработали, а видимо никуда не пошло, а видимо продать не удалось. И предлагается совет таких попечителей, которые называются новыми, модными словами, а проблема старая, они дают по 40 тысяч и получают право голоса. Если ты являешься волонтер, ты право голоса не получаешь, но ты имеешь право что-то там делать в виде пространстве. А если ты вообще хочешь пользоваться этим продуктом, ты должен платить 30 гривен в месяц, 1 гривна в месяц. Они говорят красиво, я начинаю думать, а кто у нас берет 1 гривну в месяц? Ну, по крайней мере, берет Киевстар за свои услуги интернет день, то есть 1 гривна в день. Ну и вот вам тут предлагается такое неспелое телевидение кота в мешке тоже еще за 1 гривну в день. А кому предлагается общественно сознательно? А кто это студенты? А кто это молодежь? А кто это школьники? А где же 1 гривну в день взять на интернет, да еще 1 гривну в день взять на общественное телевидение, которое кстати, как я полагаю, общественное будет очень недолго, на том этапе, пока не сборится в некую компанию не совсем плохих, но не совсем хороших, а удобных определенным потоком людей, которые управляют информацией, это поток новостей, эти новости будут обсуждаться, использовать присутствие этих новостей начнут очень скоро в том плане, а не пора ли нам продать. И весь этот проект с его названием, с его непонятно откуда возникшие материальные базы, а ведь для того, чтобы возникла телевидение, должна быть материальная база в виде каких-то студийных средств, видимо каких-то камер, в виде каких-то микрофонов, я вот смотрел там какой-то студийный микрофончик маленький, один товарищ у меня в сети продает, он стоит порядка 800 евро. Вот я о том, что это ж не тайминг, мини-техника, которую я ставлю для того, чтобы там себя явить в сети, это серьезные вещи, они должны каким-то образом быть куплены, поставлены на баланс, потом должны быть взяты какие-то программы, должен быть первичный просмотр этих программ, должно быть какое-то ретингирование этих программ, это ж какое колоссальное количество людей должно все это делать, и все это будет оставаться в сети, потому что на частотные каналы украинские, я так думаю, эти продукты не попадут, потому что частотные каналы украинские не предполагают абонентные платы, 1 гривна за канал, потому что есть люди, которые смотрят и по 30, и по 40 каналов, и платят они при всем этом, даже вот я при своем кабеле воли со всеми своими лахами, это все взялись и с интернетом, и с кабельным телевидением порядка 50 каналов платить достаточно скромней суммы, то есть вот этот уже сам эффект вы не положь меня уже обстребожил, он меня обстребожил, потому что общественное телевидение это для общественности, и не так бы надо было начинать, но этим закончим, вот говорят, что нужно создавать контент, потом распространять контент, потом что еще предлагают штатных держать сотрудников, это будет некая вертикаль, горизонталь, это некие волонтеры, смотри, умные слова, время, телетрансляции, доступ к архиву, ничего не говорят о том, что как бы создать вот некие накопители баз электронных видеоданных в стране, создать некий национальный аналог ютуба, и об этом не говорится, далее там аналитические материалы, потом самые умные не смотрят ТВ, а есть 7 лет, я вам уже говорил, дождь опять-таки говорил, каждый полчаса они предлагают новости, пятый канал, такой мощный канал, дают новости один раз в час, они предлагают каждые полчаса, далее предлагается социальную практику использовать, некую новую эстетику использовать, волонтеры получат самореализацию, спасибо, получали, партнеры, которые будут платить по 40 тысяч, получат голоса, старики получат горбушки, что-то напоминает республику Шкид, только в каком-то таком ахайном, таком диком состоянии, когда здоровые мужики решают разводить очередной поток молодых интеллектуалов, которые не дал больших денег, переправлять их усилия на какую-то халилотень, во имя чего непонятно, за какие деньги неизвестно, кто спонсирует всю эту хрень неясно, кто спрятался там в улитке, неведомо на то, что эта улитка выползет и продаст самую себя, как мы имели дело и с хайвэем, и с рт-кором, который-то пытается продаваться, то не пытается, с рядом других ресурсов, которые продавались ко времени и к месту, вот, это все бы было ничего, но главная идея состоит в том, что вот это телевидение будет формировать мысли вирусы, а уж они, они мысли вирусы, будут менять человека от сетевого и приводить его в состояние некой такой ладушки, которая будет нравиться всем политическим бабушкам, всем государственным чинам, потому что это мысли вирус, который будет общать человека с его родным государством. В принципе, все мысли вирусы это просто благие пожелания. Часть этих мысли вирусов это реально ноу-хау, за которые надо было бы платить. Ну, что там, кто там, нигде, никто платить не собирается. Да, если бы только на этом закончить, можно же говорить и о другом, о том, что рано или пево-поздно часть этих мысли вирусов нарвутся на цензорские ножницы, а уж там, извините, не платить придется, а ходить по судам, доказывать родному государству, что ни одно бяка и ни они бяки, а вот друг друга не поняли две кубри бяки и потому надо как-то разойтись, не мешая друг другу жить на белом свете, а как это не мешая жить, если у царства одни цели, у буржуазно грабительского, а у тех, кто с этим медиавирусом будет выступать не всегда в унисон с теми, кто создал во имя этого государства очередное общественное телевидение другие цели. Сложный вопрос. И понимаете, главное, они говорят, что фиг ты нас поймаешь, хвостик у нас такой пушистый, нет у нас стратегического инвестора, все мы как пришли, так ушли, сбросили в общак по 40 тысяч гривен и иди свещи ветра в поле, называемся мы как-то интересно спильно ТБ и начинаемся мы еще более интересно с общественной организации, который создает это спильно ТВ. И у нас там есть такой сайт спильно ТВ и у него всего две странички, одна из которых что это мы и есть спильно ТВ без заявления что мы, для чего мы общественная организация должна быть статус этой общественной организации на этом сайте, должны быть какие-то деяния этой общественной организации, нет ничего этого не надо, регистрируйтесь, мы создаем предприятие, о котором тоже мы сообщаем, у нас две странички, на всяк простых случаях. Да, напоминает мне проект спильно ТВ новые васюки, новые васюки, у которых новые хозяева все те же старые хозяева жизни, которые научились говорить, которые научились рассказывать нам, что мы даже готовы вести передачи не только на русском или украинском, но даже и на родном им уже теперь хозяевам жизни английском языке, и когда начинаешь говорить, да как же, да что же, да как же вот эти жалеркарки будут влиять, они говорят, нет, вот вспомним древность великую, были там агура, присутственное местом, которые собирали все граждане, туда мог прийти тиран наравне с гражданами, и пополякать населением, и вот если бы он придрал с собой как нынешние тираны, условно говоря, тысячу рабов, то вот граждане, друг с Богом, знавшим полица, не пустили бы эту тысячу рабов, не зачли бы этому тирану эту тысячу рабов, как аргументы против их гражданских прав, направленные и по равенству получается сторон обязанные к рассмотрению. Они бы сказали нет, это рабы. Я помню, как наши предки недолетки в трех поколениях тому назад писали мы не рабы, рабы не мы. Они писали с тем, чтобы разделить в себе сознание, в котором часть сознания была рабами, а часть сознания уже была гражданским. Я полагаю, что это разделение в сознании украинцев не произошло до сих пор. И точно предлагается сегодня нам некая мульха с конгрессом партнёром и абонентно платящими по 365 гривен студентами, вызывает у меня большое разочарование на полную варежку. Не так делается, ребята, такая проблемная вещь. не так она начинается. Начинается она с контента, начинается она с того, что этот контент где-то получает экран, начинается какая-то прогонка, люди начинают смотреть, убеждаться, что это будет им полезно. И только когда этот проект начинает выстраиваться в сети до какого-то понимаемого общественностью, его потихоньку зашивают на по-немецкой плату. И проходит между прочим прокатку этого проекта не менее полугода. И все это время кто-то должен не получать зарплату, либо получать некую иную плату, которая несколько по-иному должна представляться. Я бы рассказал как, но я боюсь, что не имея общественной организации, не имея общественного места для обсуждения вот этого полугодичного проката первичного ролика, негде и поговорить. Не создается блог, который предписан, блог или сайт общественной организации, который обсуждает проблемы ведения дел общественной организации. Полгода проката, полгода обсуждений на блоге общественной организации дали бы понимание того, нужно ли нам то общественное телевидение, которое уже в задних рядах поговорило с некоторыми парнями. Который цинично говорил, да вот эти ребята, ни одного уже бросили и это продадут, как только сварят свои хорошие деньги. Говорили люди неглупые, финансистые, которые наверняка знали, кто и зачем скрывается в этой варежке. И самый главный, и самый печальный момент, что мне напомнило прошлые трасты, кроме всего прочего, это то, что, как все эти трасты, это собрание было собрано на территории весьма недешевого по присутственному месту залу гостиницы Украины, бывшей гостиницы Москва, то есть гостиница Россия бывшая. Это очень недешевое такое, знаете, в шенебельное место, и так просто шаромых уличных туда поговорить о своем будущем не пускают. За это место кто-то хорошо должен был заплатить. Так вот, ребята, всем, вроде, и тем, кто меня любит, и тем, кто меня не любит, и тем, кто меня знает, и тем, кто меня впервые слышит, что, ребята, общественное телевидение, которое начинается сразу с абонентской правды, платы, с волонтеров, которые должны сразу что-то подставить, не зная ни качества их контента, ни возможностей. Это вилами по воде писанный проект, который не должен никем рассматриваться как серьезный. Проект должен начинаться с обсуждения на общественном сайте. Сайт создан не в двух страничках, а хотя бы за полгода это должен быть много профилей по новостям. Сайт, где будут показаны и первые ролики, и первые люди, которые к этим роликам причастливы. Чтоб это не получилась какая-то игрушка какого-то неведомого кукольника, кто и сразу вам сказал, короче, парень, вынимай 365 гривен и будешь счастлив, ты будешь волонтером, мы тебе напишем хорошую бумажку о том, что ты был хороший общественный журналист, и куда-то ты там пойдешь. Какие-то там одному тебе ведомые дали, то ли тебе институт журналистики с ладушками примут, то еще ли куда-то, то есть ты получишь какие-то преференции. Как ни крути, от власти. Как ни крути, от власти эта игрушка. Непонятно о чьей. Может быть, от власти дьявол. Может быть, опять кому-то мерещится, что так легко и просто завести очередную шарманку, назвав ее общественным телевидением. Я считаю, что молодые должны знать позицию людей, которые работают в общественной журналистике не первый год. Лично я второе десятилетие в сетевой общественной журналистике. И мне понравился единственный вопрос и один единственный ответ. Когда взрослый журналист, пришедший с какого-то телеканала, поднял руку и сказал, ребята, а кто у вас главный? Все эти дети в возрасте от 23 до 32 лет встали одним единым словом и сказали мы. Было и героически смешно, и героически грустно, и я подумал, что больше мне, взрослому человеку, делать что-либо на этой буфонаде нечего. Я встал и вышел из зала. И пока мне не покажут проект ни какой-то Синий Собчак с какими-то накануне найденными у нее восьми миллионами евро. Ясно было, откуда взялся тогда телеканал «Дочь» в России. Там хоть понятно, откуда упал этот денежный «Дочь». А у нас и тут даже вот этого намека нет. Все пошло в какую-то зашифровку, которая меня очень печаль и даже не пугает. если вот так шифруется вначале и сразу говорят, что вот так будет через месяц или через два или через три, так вот я хочу сказать, как журналист, который проел всю эту кухню, что если полгода обкатки в сети и в социальных сетях с разрушением не будет вот этой вещи, разматки более чем афера определенных сил я не стану и хочу упредить молодых не идите в этот проект. Не теряйте время. А по каждому отдельному продукту можно действительно попробовать сделать так. Продукт прокатан. Ребята, которые посмотрели его, ставят лайки. Ребята более материально достаточно и каким-то образом выдают под этот продукт какие-то свои финансовые авансы, если это будет уже действительно предприятие. Эти финансовые авансы выбираются на определенный счет определенного продукта, вот именно вот этого ролика, и в итоге сообщается, что за месяц, а меньше нет, а больше не надо, этот ролик условно говоря, набрал 750 или 800 гривен. Столько за него заплатили. Десятую часть этих гривен мы отправляем на создание некого фунда абонементов. как только абонемент в 365 гривен первый нагребет, кто-то один из наиболее частых дарителей в этот фонд обретет право иметь этот абонемент и более никогда не давать ничего, а год пользоваться его. Вот это первичный ход, но даже его нет, нет мозгов. Есть один мозг сорвать куш и удрать. Так сорвали куш и убрали народный хайвей, сделав его выхолощенным, слава богу, хоть не закрыли, есть еще хоть такой хайвей. Но идти таким путем это идти никуда. Хайвей все-таки предполагает текстовый контент. И там все проще. А здесь мы говорим о видеоконтенте. Я, например, знаю, что есть люди, которые действительно наработали некий видеоконтент. Значит, выставляете на общих основаниях какие-то видеоблоги, собираете какие-то баллы, сообщаете, что этот видеоконтент является тем, что будет завтра показываться многократно где-то там еще. И если там у вас будут аплодисменты и будут официально разрешенные бумаги, пожалуйста, собирайте под него какие-то деньги. И из этих деньги уже начинайте распоряжаться ими и показывать, что вот эти деньги идут и на покупку того-то, и на премирование того-то, и те люди, которые участвуют в этом обсуждении, имеют право получить какую-то премию именно за обсуждение этого книги. только только так надо начинать, чтобы не было лоха. Только так, не разводя простых людей, не вводя в тупик своими рассказами о том, что какая-то красивая информационная сказка, можно начинать воистину народное телевидение. К тому же, к этому народному телевидению я бы подключил сегодня в стране и такой мощнейший видеоконтентный сайт, как сайт и видит. Взял бы их с учредителей, поскольку у них уже наработаны некие видения проблемы, поскольку они уже много времени работают с реальным пользовательским контентом, из которого можно было бы что-то уже не взять. И работают там неплохие команды. Но даже об этом не захотели знать те, кто решили, что сегодня праздновать лоха, как и всегда, не так уж плохо. Плохо, ребята, не дадим. Потому что видеть, как еще одно поколение опускает на информационное дно, не только обидно, но и отвратно. Потому что мы давно не советские, потому что мы давно бросили бить, и потому что давно мы научились жить, научились жить именно в этой среде, именно в этой стране, и не хотим, чтобы начинали наши молодые с тех ошибок, которые мы совершали прежде. Мир вашему дому. Аштил Андер Велфе. Любите себя и хранит вас Бог. и хранит вас Бог. Спасибо за субтитры Алексею и хранит вас Бог.